Возможность познакомиться с уникальным памятником литературы появилась у жителей региона. В областной библиотеке представили уникальное издание. Первое литературное произведение Самары. Предисловие к рукописи повести о Варлааме и Асаафе. С переводом на современный русский язык и комментариями. Одной из первых читателей этой книги стала Мария Акимова. С этого началась самарская литература. Предисловие к повести о Варлааме и Асаафе. Полностью авторский текст, сочиненный в нашем городе в 1628 году. Всего лишь через четыре десятка лет после его основания. Рукопись почти ровесницы Самары, а значит первое созданное здесь произведение. В областной библиотеке представляют уникальное издание. Сегодня, по сути дела, праздник у библиотекарей, потому что они говорят о книге, которая здесь появилась, и которая сегодня хранится в Санкт-Петербурге в известном собрании книжном. Это для самарских писателей праздник, потому что это, по сути дела, первое литературное произведение. И, безусловно, на мой взгляд, это произведение для книгоиздателей самарских, потому что это, опять же, первое издание, сделанное здесь. Саму повесть о Варлааме и Асаафе в средние века перевели более чем на 30 языков народов Азии, Европы и Африки. Самара тоже обзавелась своей обработкой произведения. Местный переписчик сопроводил его двумя сотнями цветных миниатюр и сочинил предисловие. Манускрипт принадлежал Салтыковым. Один из них, Борис Михайлович, был самарским воеводой. А сейчас список хранится в отделе рукописи Российской национальной библиотеки. Как уверяют специалисты, это единственное сохранившееся материальное свидетельство о Самаре 17 века. Рукопись послужит развитием краеведения самарского. Ну и, кроме всего, это большая ценность, большой ценность как исторический памятник, как культурный памятник. Рукопись, конечно же, требует исследования специалистов. Пока что ей занимаются энтузиасты. Чтобы прочитать книгу, не нужно быть словистом. На правой половине разворота изображены страницы оригинала, на левой – транслитерации и перевод на современный язык. А знакомиться с рукописями, с которых начиналась самарская литература, можно в фойе областной библиотеки. На большом экране та самая повесть о Варлааме и Асафе. Сейчас ее оригинал хранится в Санкт-Петербурге. Представлены и церковные книги из местных фондов. Все они датированы 16-17 веками. Пока было издано полтысячи экземпляров книг. В скором времени они появятся во всех библиотеках региона. Мария Акимова, Дмитрий Столяров, Новости губернии.